всем привет с вами кекс и сегодня делаю вот такие мешочки с начинкой эти мешочки не распадаются не разваливаются их не нужно ничем связывать они держатся кучки начинку можно сделать абсолютно любую для таких мешочков лучше всего использовать тесто на дрожжевые тоненькие блины я буду делать блины на сыворотке можно делать на молоке это абсолютно не принципиально кому как больше нравится кто как больше любит дрожжей я беру где-то 15-20 грамм зависит от качества дрожжей то есть от фирмы и от их продуктивности вы видите рецепт еще у себя на экране остальных продуктов дрожжи я перемешиваю с подогретой слегка сывороткой и добавляю туда еще сахар для того чтобы они у нас активировались и начали питаться сахаром переливаю дрожжи которые начали слегка уже пениться и начинают добавлять муку здесь с этими блинами важно не прогадать потому что они ну как вам сказать в начале тесто более жиром когда дрожжи начинают работать тесто станет немножечко гуще поэтому вам не нужно сразу делать тесто более густыми иначе потом придется его разбавлять я в процессе всегда еще потом что-то регулирую каждый раз на блины я я всегда добавляю либо потом сыворотку либо добавляя потом муку то есть уже когда я попробую первый блин который может быть комом может быть не комом вот здесь мне пришлось добавить еще одно яйцо изначально я взяла на 300 миллилитров я взяла всего одно яйцо и потом у меня мои блинчики начали разлазиться потому что были очень мягкими мне пришлось добавить еще одно яйцо чтобы они были более плотными поэтому теперь в рецепте я вам указала что нужно добавить два яйца так как 2 я добавила уже после приготовления первого блина когда мы все продукты с вами смешали оставляем это тесто в теплом месте и забываем на него смотреть даже не нужно забываем на час где-то тем временем я приготовлю начинку начинка мне будет одна из самых простых это будет курица с грибами я взяла шампиньоны их я порезала на вот такие вот кубики и дальше я буду пассеровать с луком первым я добавлю на сковородку лук который немножечко я поджарю до прозрачности может чуть-чуть больше там чтобы они капельку начали золотиться добавляю туда грибы грибы поджариваю на начале на сильном огне чтобы они как бы начали золотиться и потом же грибы у нас выпускают сок я накрыла их крышечкой для того чтобы они у меня проготовились и потом крышечку сняла чтобы испарилась влага далее я добавила отварную курицу у меня это были куриные ножки они более сочные чем куриное филе но можно использовать куриное филе чтобы потом не отрывать мясо солим перчим по вкусу и далее когда уже это вся масса у меня еще немножечко поджарилась я в нее добавлю немножечко майонеза немножечко зелени абсолютно по вкусу можно сыра добавить неважно очень вкусные те блины с сыром типа брынза смешанная сулугуни и добавить туда помидорку очень вкусно тесто вот такой вот у меня получилось не бойтесь его абсолютно перемешивать смотрите как я делаю я беру небольшой такой черпачок и делаю приблизительно сантиметров 15 в диаметре круг и таким черпачком где появляются дырочки из-за работы дрожжей я как бы провожу для того чтобы эти дырочки мне не образовались а был сплошной блинчик чтобы моя начинка потом ниоткуда не вытекала не вываливалась если у вас там будет сыр вот смотрите какое тесто у меня получилось пока мой блин жарится покажу вам оно довольно должно быть жидкое с ним должно быть удобно работать оно должно хорошо растекаться можно подглядывать этот блин очень эластичный очень удобно с ним работать дальше будет и мы подглядываем и выбираем золотистая такая которая нам нужна поджаривать я буду свои блины только с одной стороны это очень важно пока я буду заворачивать первый блин я уже буду готовить второй точно так же как и с первым вы видите я вот так вот вожу не придавливая а сейчас заверну свой блин я делала частично блинчики трубочками частично мешочками для трубочек я просто клала на срединку свою начинку и заворачивала такие блины трубочками я чаще всего морожен и как полуфабрикаты потом у меня муж кладет их на сковородку под крышкой и уже как бы они так немножечко еще поджаривается доходят и так их кушает а мешочки вот так вот мы собираем наподобие как химкали и придавливаем за счет того что внутри у нас тесто не совсем готовы они прекрасно склеиваются и далее больше у нас нигде не развалятся и вот такие вот будут прикольные у нас мешочки потом их нужно поставить либо в духовку где-то минут на 15 при температуре 170 180 градусов для того чтобы они у нас окончательно приготовились если там есть сыр чтобы он расплавился то есть и получается у нас очень вкусно из такого количества очень много их получается обязательно попробуйте этот рецепт очень прост приготовление и очень вкусно и уплетается за раз он подойдет и на стол и просто на каждый день покушать а с вами был кекс до новых встреч пока пока